Привет, друзья! Тут такое дело. Моему товарищу срочно понадобился ПК с прицелом на монтаж небольших роликов в Full HD. Но, как всегда, если срочно что-то нужно, то бюджет на это не рассчитан. Ладно, задумка вот в чем. Взять нормальную мать, оперативу в блок питания SSD и сэкономить на процессоре и видяхе. А потом, лишь поставив со временем проц и видяху, мы получаем топовый ПК. Ну, или почти топовый. А цены-то падают, как мы видим. Знакомьтесь, это Ryzen 3 2200G. Сейчас он стоит копейки, да и в принципе собрать нормальный ПК на Ryzen, которые подешевели этим летом очень просто. Цены на данные комплектующие можете посмотреть потом в описании, я добавлю. Итак, как я уже сказал, тут очень доступный Ryzen со встроенным видеоядром Vega 8. Что позволит нам не париться о видяхе. В конце, конечно, мы попробуем, на что она способна в играх. Стоит данный проц немного, менее 100 баксов. Выгодно ли это? Да, если вы собираете ПК не для тяжелых игруль. Очевидно, что встройка не даст разогнаться, но для всего остального, как, например, шустрая офисная работа, просмотр 4К видео, несложные игры, все это ему по зубам. Но добавив к нему со временем карточку, легко можно будет играть во все современные игры. В общем, данный проц у нас в роли такой себе затычки, все в одном. Потому его легко можно будет продать на вторичке, когда нужно будет что-то тяжелое на нем делать. Нам же нужно писать звук, делать Full HD видео. Ну что же, друзья, материнка. MSI Tomahawk. Или Tomahawk. Кому как удобнее. Мы совместили несовместимое. Данная плата не ультрабюджетная. Это добротная материнка на чипсете B450. Для чего? Ведь это нецелесообразно. Брать дешевый проц и дорогую материнку. Повторюсь, именно проц у нас является временным решением. Ведь для работы с видео 4К его будет уже маловато. А будущее за 4К, 6К и даже 8К. Все, кто хоть немного следит за железом ПК в курсе, что уже вышло новое поколение третьих райзенов. Вплоть до 16 ядерных решений. Которые пока, конечно, очень дорогие. Пока что. А что же будет через год или два? Вот тогда нам сгодится данная материнка. Ведь второе поколение седьмых восьмиядерных райзен на ней легко гонятся. Тут нормальный питальник, массивные радиаторы на цепях питания. И нетрудно предположить, что третье поколение тоже будет в стоке нормально работать на этой плате. Вот почему на ней мы не экономили особо. Давайте же вскроем проц. Боксовая версия с кулером и даже термопастой на радике. Как говорят, треугольник к треугольнику. Раз. И все готово. Данной вертушки нам вполне хватит. Процвет холодный. Даже чуть подразогнать можно будет, я уверен. И все будет ок. Оперативу мы взяли проверенный вариант Fury HyperX. На нее была как раз достаточно неплохая акционная цена. На ней есть радиаторы. И она легко гонится с двух четырехсот вплоть до трех тысяч мегагерц. И берем, кстати, две плашки по восемь. Опять-таки, чисто восемь на сегодня впритык для игр. И тем более для видеомонтажа. Шестнадцать. Вот тема. И опять-таки, оператива подешевела. Так что именно шестнадцать гигабайт. Ставим через один слот для двух канала. Что нам осталось? Ага, вот тут маленькая пипка у нас в комплекте с материнкой. Знаете, что это? Без этого не получится поставить M.2 накопитель. Вот такой у нас малыш. На пятьсот гигабайт. Почему пятьсот? Потому что он стоит не намного дороже версии на двести пятьдесят гигабайт. И тем более он уже проверен в моей рабочей сборке. И претензий к нему нет. И по температуре, и скорость заявленная есть. Решение от Samsung стоит ощутимо подороже. Что же, все что нужно на плату уже накидали. Осталось запихнуть все это в корпус. Он у нас от GameMax. Довольно просторный, дешевый. И главное, все разъемы под флешки у нас сверху. А для работы с видео это важно. Часто нужно втыкать флешки. Да и просто удобно. А, совсем забыл сказать. Блок питания нам достался от Chieftec. Он уже был. Это единственное, на что не пришлось тратиться. В моей рабочей сборке стоит Chieftec Proton. А данный же блок уже очень стар. Суперстар. Хоть долго и не работал, тем не менее, это по-моему 2006 или 2007 год. Они за свои деньги очень даже неплохие, как показало время. И этот вполне рабочий. Блок внутри теперь осталось поставить материнку. Перед этим не забыл поставить в корпус заглушку под нее. Берем корпусные винтики и просто прикручиваем плату на свое место. Подключаем основное. Материнку и проц. Лишние провода остается лишь аккуратно спрятать. Переднюю панель тоже без проблем подрубаем. Один корпусный кулер и вуаля. Больше-то нечего подрубать. Даже хард диска в первое время мы не ставим, пока нам хватит 500 гигабайт М2 накопителя. Потом, конечно, докупится. Ну что же, и вроде бы все. Что сказать, очень легко собрать такой сетап. Никаких тебе проводов. Клац. И все запустилось. Ответственный момент и... Есть. Биос загрузился. Конечно же мы поставим систему. А в корпусе под кулера, кстати, куча места. Но так как у нас нечему греться, то и кулеров нам больше, чем один на выдув и не нужно. Вот когда сюда станет видяшка, да и восьмиядерный райзен, тогда и кулера доставятся. Зато тихо. Первым делом я проверяю проц в Cinebench R15. Перед этим в биосе немного подразогнал проц. Всего на 200 МГц. Без фанатизма, поднятия вольтажа и прочего. У нас ведь вертушка комплектная. И получаем 573 балла, что очень неплохо. Можно баловаться с разгоном, еще выжать, но это дело мы оставим на потом. А сейчас нужно испытать все это дело в работе. К нашей радости с видеомонтажом, если это Full HD или 4К с небольшим битрейдом, данная сборка справляется на ура. Монтировать довольно комфортно. И главная встроенная видяшка даже помогает процу при помощи OpenCL ускорения. Да и система бодро работает в целом. Теперь же нас интересуют игры. Все игры мы будем пробовать в Full HD. На меньшее мы не согласны. Хотя по идее, чтобы нормально играть на встройке, нужно снижать разрешение. Но по-моему, особого удовольствия от такой игры уже не получишь. Battlefield 1 Full HD выдает классную картинку и главное играбельный FPS. И даже линия времени кадра в адеквате. Данная игра классно оптимизирована под карточки и даже в стройку AMD. Настройки графики, кстати, низкие. Они в основном были на нашей стороне. В основном. Следующая игра у нас Doom. Full HD, низкие настройки графики. Тут уже картина иная. 25-30 кадров. Линия кадра не очень ровная. Но могу сказать, что поиграть все-таки можно. А при желании понизив разрешение, можно получать комфортный FPS. Следующая игра Metro 233. Не исход, а предыдущая. Так как исход, само собой, без карты будет не по зубам данной сборки. Вот тут-то мы видим, что встроенная Vega справляется на ура даже на высоких настройках. Особенно в подземелье. В замесах FPS падает, но играть можно. Тут разрешение не нужно понижать, а лишь снизить настройки графики. Есть куда. Дальше мы ради прикола запустили Far Cry 5 и получили нефиговые 500 FPS. А, это же заставка. Шутки шутками, а это требовательная игра. Из первых же кадров видим некомфортный FPS даже на минимальных настройках. Все упирается во встроенную графику и тут нужно понижать разрешение. Друзья, как итог, наш эксперимент удался и мы получили ровно то, на что и рассчитывали. Комфортный видеомонтаж несложных роликов в Full HD с минимальными затратами, при этом с огромным потенциалом сборки. Ну и как видно, поиграть при желании тоже можно, особенно в игры постарше. А стоит в данную сборку докинуть карточку уровня 1060 или RX 570-580 и мы получаем полноценную среднюю игровую машину. Далее сюда без опаски можно воткнуть любой восьмиядерник от Ryzen. А может потом 12 и даже 16 ядер без разгона и мы получим полноценную рабочую и игровую станцию. Можно конечно сэкономить на оперативке, материнке и будет вообще дешево. Но апгрейдить потом будет более проблематично. Так что вот вам один из вариантов с такой себе рабочей затычкой, чтобы не сидеть без компа, пока вы собираете на мощный прот с видяхой. В общем респект AMD за отличные и недорогие варианты со встроенной графикой. В одном из следующих выпусков мы как раз соберем среднюю рабочую и игровую пекарню на базе подешевевшего Ryzen 5 2600 и получим золотую середину. Интересно? Подписывайтесь. А я пока прощаюсь, до новых гаджетов и пока и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok